Трезвые отношения к себе возникают у того, кто очень смиренно относится к другим. Вот когда человек не осуждает недостатки других людей, а пытается понять, почему они возникли, это называется смирение. Допустим, есть у человека недостаток, он, допустим, лежит в луже, пьяный. Первая реакция — плохой человек, обычная реакция. Вторая реакция — почему так получилось в его жизни? Что побудило его таким стать? Ведь изначально мы все чистые души. Почему он стал таким? И если я чувствую судьбу его жизни, понимаю, что его привело к этому, то это называется, что я смиренно отношусь к этому человеку. То есть я не ставлю себя выше его, я просто пытаюсь понять его жизнь. По большому счёту, все люди плохо себя ведут только из-за страданий. Причина их страдания, то есть их трудности в жизни, поэтому они плохо себя ведут. Смирение, абсолютное смирение, означает понимать трудности всех людей вокруг. И когда человек становится смиренным, то он каким становится? Трезвым по отношению к себе. Потому что когда человек понимает недостатки других, понимает, означает принимает, он также понимает и недостатки свои. Потому что если говорить о своих и чужих недостатках, то свои недостатки мы прощаем себе, принимаем. Мы так относимся к ним. Мы к ним относимся спокойно. Так как они нас не мучают, наши недостатки нас не мучают. А недостатки других нас мучают. Поэтому мы не можем к ним относиться спокойно. Но если я понимаю, почему у человека такой недостаток, тогда он перестаёт меня мучить. Это называется смирение. Допустим, у каждой женщины есть одна трудность. У большинства женщин. Так как женщины очень чувствительны, поэтому им очень трудно воспринимать насилие, грубость, хамство, какие-то резкие события, очень влияющие на судьбу. Женщина также боится мужчин. Хочет она себе в этом признаться или нет. Поэтому женщинам очень трудно выходить замуж. Они постоянно сомневаются. Может, это не тот человек, не мой человек. Потому что мужское начало имеет очень агрессивную, активную природу. Мужчина влиятельно очень воздействует на женщину. И женщине очень трудно понять, как он будет на неё влиять. Может, плохо, может, хорошо. Тем более, что видно, что опасности какие-то в нём есть. Поэтому женщине всегда очень трудно выйти замуж. Но если мужчина понимает это, он понял это, тогда он очень легко может установить контакт с женщиной. Потому что он будет к ней относиться очень аккуратно, осторожно, чтобы она не чувствовала на себя какое-то давление. Это называется смирением. То есть смирение всегда основано на знании. Оно не может быть. Допустим, человек говорит, я смиренный очень, простите меня за всё. И потом делает опять плохо, говорит, ну и за это тоже простите. Это хорошо, конечно, что ты так раскаиваешься, это тоже нормально. Но лучше не делать плохо. Другими словами, видите, у нас внутри там тёмный лес. Мы не знаем, что у нас там творится. Есть два вида направленности сознания. Один вид направленности сознания называется жизнь вовне себя, внешнее сознание. А другой вид направленности сознания называется жить внутри себя или внутреннее сознание. знаете кто может быть допущен внутрь себя тот человек у которого есть силы себя принять потому что принять себя тяжелее всего можно всех вокруг принять но себя принять очень сложно потому что недостатки своего собственного характера являются сверх ценными вещами мы нам легче про них забыть чем о них знать и то же самое следует знать что то же самое является сверх ценными вещами также является память о прошлом для нас вот допустим человек часто люди встают и говорят олег иначе мы расстались я говорю такого нет что простались кто-то из вас кого-то бросил и человеку очень трудно это сказать знаете почему потому что он это уже забыл что он именно бросил это очень трудно помнить очень трудно всю жизнь помнить что я кого-то бросил я считаю что так получилось как бы я хороший в общем то ну так получилось что вот я бросил мне очень трудно себе признаться в этом но когда меня бросили говорю меня бросили если человека бросило uncark меня бросили а если я бросил мы расстались всегда так все говорят люди некоторые говорят меня бросили я бросил это что значит это значит что вот к этому поступку человек сделал один шаг вперед понимаете для того чтобы осознать свой поступок надо сначала его принять что ты это сделал а это не просто для того чтобы человеку принять себя им нужны дополнительные силы поэтому в этом мире все люди которые понимают это они обращаются за помощью к святости что такое святость святость это то что отличается от нас тем что ближе контакт к истинному пониманию себя потому что когда человек понимает себя правильно тогда другие силы функционируют внутри него но интересно знать что понимать себя можно только через других потому что душа по своей природе она может осознать себя только служа другим дело в том что душа или я в этом мире не находится в абсолютно трезвом состоянии мы не в трезвом состоянии здесь находимся чем больше человек сосредоточен на самовыживание или душа тем больше она не трезва чем больше страха в душе тем меньше трезвости это описывает священное писание и когда человек полностью забыл про себя и служит другим тогда душа просыпается она становится активной или самоосознающие осознающий себя только когда она про себя забывает чем больше душа заботиться о себе тем больше она забывает по факту про себя как личность и видите то что я вам сейчас сказал это просто теория мы это разберем постепенно это будет понятно я сейчас вам расскажу кое-что интересненькое в этом плане дело в том что больше всего защищают свою жизнь не люди а кто животные так вот посмотреть на собаку кошку они всегда заняты тем чтобы защищать свою жизнь страх очень выражен в жизни животных птицы допустим почему к себе не подпускают они боятся они боятся за свою жизнь они страхи находятся мы улыбаться можем даже подходить с улыбкой она видит эту улыбку но все равно боится потому что она так развита то есть чем больше развита живое существо тем меньше страха и больше любви сознания и знаете у кого больше всего страха за себя даже не у животных а у деревьев дело в том что деревья вообще полностью себя забыли потому что они вот это вот как бы энергия страха или скованность души достигает в теле растений максимум поэтому дерево она спит глубоким сном когда веточки у деревьев мы отрезаем она чуть пробуждается и лучше растет это хороший способ продлевать жизнь дерева постоянно обрезать ветки чтобы она была более молодым молодела но если мы уже себя чуть-чуть начали понимать это называется форма жизни сон без сновидений то есть живое существо себе не помнит вообще не знает себя вообще но на живое но живет как определить что она живет есть признаки жизни например если мы стремимся к счастью это признак жизни камень не может стремиться к счастью но растение стремится к солнцу солнце для нее это энергия любви счастье дальше размножение это признак жизни защита кора дерево защита то есть она защищается сохранить жизнь пытается питание признак жизни размножение защита питания стремление к счастью это все признаки жизни в человеке это есть животных есть в растении тоже есть поэтому не можем сказать что мне души в дереве там есть душа потому что есть признаки жизни вот они описаны но интересно что в живых существах которые уже движутся у них признаки жизни действуют активнее и они лучше понимают себя это осознание себя называется солнца сновидениями сознания собачка по основанию с нами спит сильнее она очень сильно защищает свою жизнь постоянно боится за себя вот и даже когда она гавкает это при но эта причина этого это страх страх является главной причиной агрессии даже животных и и заметьте что человек тоже может входить в эту форму жизни который называет солнце сновидений